Всем привет! В эфире «Самое время» и в студии Анны Шклярова. Жизнь Петербурга и его студентов глазами наших репортеров. Сегодня в выпуске. Доставить подарки вовремя. Как тренируются Деда Мороза. Год огненной обезьяны. Символ года выбрали в Ленинградском зоопарке. Черный юмор или семейное кино. Новогодние новинки кинопроката. Наташа Ростова, Пьер Безухов и Андрей Болконский встретились на бале в Конгресс-холле Васильевский. До Нового года осталось всего несколько дней. Если вы до сих пор не позаботились о подарках, то вспомнить об этом самое время. А что мечтают получить в подарок студенты? Например, студенты Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций с ПБГУ. Ответ на этот вопрос знает Валерия Степанянц. Нарисуй, пожалуйста, то, что ты хочешь получить на Новый год. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Вот такой коллективный виш-лист у нас получился. Остается только отправить его Деду Морозу. Если вы думаете, что письма Деду Морозу пишут только дети, то вы ошибаетесь. Вот информация из Великого Устюга. Уже к началу декабря о Деду Морозу пришло почти 3 миллиона писем. Причем не только о детей, но и от взрослых. Именно взрослые ставят перед волшебником самые сложные задачи. Чаще всего мужчины мечтают закрыть кредиты и получить прибавку к зарплате. А подавляющее большинство женщин просят Деда Морозу помочь найти достойного жениха. Если вы еще не успели написать письмо Великий Устюг, время еще есть. Чтобы отправить письмо, вам нужно всего 3 вещи. Заветное желание, вера в чудеса и личный кабинет на сайте почты Деда Мороза. Советую поторопиться. А вдруг чудо все-таки случится? Чтобы успеть вручить все подарки, Деду Морозу надо быть в хорошей физической форме. Вот уже пятый год в декабре в ЦПКО имени Кирова проходит спортивное мероприятие специальное для Дедов Морозов. В этот раз собралась целая тысяча. А вот Снегурочка была одна. Наш корреспондент Евгения Черкова. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи, Камилая, как дела? И за тобой убегала Дед Мороз, пролела немало ягульких жил. А ну-ка, давай-ка, на старт выходи. Совсем скоро здесь, на Елагином острове, начнется новогодний пробег. Правда, погода далеко не новогодняя. Но она и к лучшему, ведь бегать по снегу совсем нелегко. Деды Морозы бегут две дистанции – 5 и 10 километров. Спортсменам выдают только часть формы – красные колпаки. Хотя нашлись и те, кто серьезно подготовился к соревнованию. Решил пробежать второй раз на этом мероприятии. Первый год я бежал без костюма, а в этот год решил пробежать Дедом Морозом. То есть вы не настоящий Дед Мороз? Настоящий. Только я маскируюсь то под спортсмена, то под Деда Мороза. И кто из них больше? Вот это стоит выяснить. Это мировая практика, новогодние забеги. И я считаю, что очень хорошая культура, спорт и Новый год. Можно совместить и деток поздравить, и Дед Мороз попляшет, и снегурочка. И заодно проведем хорошее спортивное мероприятие. В этом году соревновались и дети. Самому маленькому спортсмену всего 4 года. Юным бегунам вручили сладкие призы. Впрочем, в этот день никого не обидели. Все участники соревнований и дети, и взрослые получили по медальке. А победители – грамоты и кубки. Мы хотим вам от нашей программы подарить медальку. Наш программ называется «Самое время». И вам, как призёру серебряную, такую медальку. Она шоколадная. У вас была и серебряная, и золотая медаль. Есть шампанское, есть шоколадка. Все. День удался. День удался у Евгении Черковой, Рустама Акберова. «Самое время». Какой Новый год без ёлки, хоровода и новогодней песни? Одной такой песенке в этом году исполняется 110 лет. И слова её с детства знают не только наш корреспондент Анастасия Кейчина, но и каждый россиянин. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зелёная была. Метель ей пела песенку, спи, ёлочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка-зайка серенький под ёлочкой скакал. Порою волк сердитый, волк рысцою пробегал. Чуть снег по лесу часто, мол, под полозом скрипит. Лошадка махна нога, и оторопится, бежит. Везёт лошадка дровенький, на дровнях мужичок. Срубила нашу ёлочку под самый корешок. Теперь ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла. И много-много радостей детишкам принесла. Песенку-то все знают, а вот её авторов нет. Я и сама раньше думала, что слова и музыка народные. Но на самом деле это не так. Стихотворение советской поэтессы Раисы Кудашевой положил на музыку Леонид Бекман. И песенка эта на все времена, раз уж поют её больше века. Обычно к Новому году зрители ждут новых кинокартин. О том, какие сюрпризы подготовили российские режиссёры, в обзоре Кирилла Лукашевича. Самым неожиданным подарком можно считать чёрную комедию «Страна ОС». Слоган картины «Скоро Новый год, пора выбрасывать ёлки». А это значит, что зрителя ждёт жёсткий юмор, абсурдные ситуации и сильный актёрский состав. Начнём провожать? Даже Гоша Куценко, без которого не обходится практически ни один новогодний фильм, смотрелся органично. Ну сами-то. Его нельзя так делать. Ну нахуй, чё такое? Если вы любите неожиданные комедии, то «Страна ОС» подарит вам то самое новогоднее настроение. Ещё одним подарком от кинопрокатчиков можно считать комедию «Самый лучший день». Это первый в своём роде фильм-караоке от создателей «Горько» и «Горько-2». Кто бы как ни относился к режиссёру Жоре Крыжовникову, он первый, кто решился на такой эксперимент. Да и не каждый сможет заставить Дмитрия Нагиева петь в кадре. Холодный ветер с дождём усилился стократно. В коммерческом успехе картины можно не сомневаться. И если она не подарит вам новогоднего настроения, то уж точно его не испортит. Если вы не готовы к экспериментам, то «Сос Дед Мороз» – ваш выбор. Это традиционная рождественская история. У маленькой девочки, Светы, есть лишь одно заветное желание – чтобы родители не разводились, а были вместе. И, конечно же, оно исполнится в новогоднюю ночь. Его преимущество как раз в том, что он не ошарашит, как вот ошарашил мою жену и её подруг фильм «Страна Озда». То есть это совсем другое кино. Но оно, поверьте, нужно, необходимо. И, я думаю, что будет уместно и подарит людям радость и улыбки. Собственно говоря, за этим оно и выпускает. Кто знает, может быть, через несколько лет Новый год будет ассоциироваться не только с иронией судьбы, но и с одним из этих фильмов. Кирилл Лукашевич «Самое время». Уже всем известно, что 2016-й по восточному календарю станет годом обезьяны. Причем не простой, а огненный. Наш корреспондент Ксения Петрова отправилась в зоопарк, чтобы узнать последние новости местного обезьяньего племени и выбрать достойного кандидата на роль символа года. В этом году в обезьянем семействе пополнение родилось сразу два новых жителя – черный макак мира и белый гиббон Тесей. А вот самый старый обитатель зоопарка – львинохвостый макак Иршик. Ему же 27 лет. А самое дружное обезьяне семья – белые гиббоны. Пара сохраняет верность друг другу на всю жизнь. Условия содержания приматов в зоопарке пытаются всячески приблизить к естественной среде обитания. У нас, как можно видеть, довольно-таки интересные декорации. Стараемся разнообразить их появлением новых каких-то декораций, чтобы у них была возможность и побегать, и попрыгать, и поскакать, и покачаться и проявлять свое естественное поведение, что для них основное. Также мы не держим животных одних, то есть так как приматы – это социальные животные, для них очень важно общаться именно с соплеменниками, не быть одним. В этом году зоопарк отпраздновал юбилей – 150 лет. Таллинский зоопарк прислал в подарок семейство игрунков – карликовых и обыкновенных. Но, несмотря на название, это не самые гривые обезьянки. Играть больше них любят краснохвостые мартышки. Но их хвост недостаточно огненный, чтобы назначить их символом Нового года. В природе огненная обезьяна есть – это орангутан. В нашем зоопарке, к сожалению, такого вида нет. Но мы выбрали самую рыжую из всех обитателей зоопарка – это красный лемур. Его и назначим символом Петербургского Нового года. Ну что, согласны? Молчание – знак согласия. Символ Нового года выбирали. Ксения Петрова, Евгений Горяев. Самое время. Это программа «Самое время». Весь семестр мы учились делать новости. Пора бы и отдохнуть перед сессией. Лично я собираюсь на настоящий зимний бал. В этот раз он посвящен творчеству Льва Толстого и Года литературы. На английской набережной светился бесчисленными огнями иллюминации известный дом вельможи. Экипажи отъезжали, и все подъезжали новые с красными лакеями и с лакеями в перьях на шляпах. Из карет выходили в мужчины в мундирах, звездах и лентах. Дамы в атласе и горностаях осторожно сходили по шумно откладываемым подножкам и торопливо и беззвучно проходили по сукну подъезда. Это отрывок из романа «Война и мир», где речь идет о первом бале Наташи Ростовой. Сегодня герои этого романа непременно обещали быть в Петербургском конгресс-холле на традиционном зимнем бале СПБГУ. В 19 веке в салонах и на балах было принято вести светские беседы на французском. Я, конечно, во французском не сильна, но попробую что-нибудь вспомнить. Ну, теперь, если снять маску актерскую, то я должен вам сказать, что я главный режиссер этого мероприятия и провожу бал Санкт-Петербургского университета уже третий год. И с каждым годом он становится все лучше. Мне кажется, здесь собрались самые достопочтенные особы, и мне очень приятно находиться на этом прекрасном мероприятии. Все ведут себя так, как будто мы действительно находимся в 19 веке, и поэтому мне кажется, это прекрасно. Все вокруг танцуют, и только я одна стою. Неужели меня никто так и не пригласит? Неужели меня никто так и не замечает? Я не понимаю. Самое время заканчивать наш выпуск. Я с вами прощаюсь и желаю вам веселого Нового года. Самое время вальсировать. Рустам, подержи, пожалуйста, микрофон. А я желаю вам хорошего настроения и удачи в Новом году. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова